Что касается срок исковой давности, то только сейчас была озвучена позиция прокуратуры, но она реально, с точки зрения гражданского права, это эффект разорвавшейся бомбы. Вот я так считаю, потому что она может быть применена к любому предприятию. В Алтайском крае начинается судебный процесс, который может создать прецедент для всей страны. Генпрокуратура России подала иск с истребованием акции градообразующего предприятия «Кучуксульфат» у нынешних владельцев в пользу государства. Спустя 30 лет ведомство намерено деприватизировать предприятия. Как полагает гособвинитель, передача собственности в 90-х прошла с нарушениями. Правда, к участникам приватизации прокуратуры претензий нет. Стороны процесса – нынешние владельцы акций, которые выкупили их на вторичном рынке в конце 90-х, Генпрокуратура России и Федеральное агентство по управлению имуществом. В результате незаконных действий со стороны региональных органов власти в лице регионального фонда имущества и со стороны управления имущественных отношений, которые совершали действия по преобразованию государственного предприятия в акционерное общество. По мнению Генпрокуратуры, нарушения в ходе приватизации допустили местные органы власти – территориальный комитет Алтайского края по управлению имуществом и региональный фонд имущества. Именно они в 90-х годах провели преобразование кучок сульфата в акционерное общество. Как нам удалось выяснить, в 92-93 годах председателем комитета по управлению госимуществом региона работал Потапов, а председателем фонда имущества региона были Баштовой и Ященко. И по логике выходит, что эти лица могут быть причастны к должностному преступлению, которое не может оставаться безнаказанным. Однако прокуратура пока эту тему не развивает и говорит просто об изъятии акций у собственников. Вопрос ведется исключительно относительно законности владения тем пакетом акций, который государство истребует у вас и у ваших доверителей. Мы не ставим вопрос о законности сделки о приватизации в виде самостоятельного фототрибования. Прокуратура говорит, приватизация была незаконна, но мы ее не оспариваем, но акции заберем. Такой подход можно применить к любому предприятию, которое приватизировалось. Аргумент юристов о трехлетнем сроке подачи иска прокуратура отметает. Мол, факт нарушения не обнаружили только осенью этого года. Адвокаты не согласны, объясняют, государство участвовало в приватизации. И сейчас важно доказать законность процесса приватизации, иначе подобных исков может стать очень много, что довольно абсурдно и создает реальную угрозу бизнесу. Если состоится то, что требует генеральная прокуратура передать акции в собственное государство, то есть по сути это деприватизация. У нас есть яркие примеры, даже в Алтайском крае, шинный завод, моторный завод, и еще несколько предприятий, которые обанкротились, коллективы остались без работы, потерянные технологии. То же самое, по сути, грозит и нам. Страна защиты утверждает, что кучук сульфат – один из образцовых примеров приватизации. На следующем заседании стороны изучат документы передачи ценных бумаг за подписью различных ведомств, в том числе и прокуратуры 90-х годов. Суд назначен на 11 января. Мы будем следить за развитием ситуации. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком.